Здравствуйте, 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 наши дорогие телезрители. Мы рады вас снова видеть. И снова здравствуйте, мы в эфире. Ну что ж, будем кушать. Как всегда. Да, да. У нас сегодня... Что у нас сегодня? У нас сегодня картофельное пюре с котлетками. Вон, полюбуйтесь. Котлетки, видите, какие необычные. Они у нас сегодня из рыбы. Рыбные котлеты из пикши. У нас сегодня фасоль запеченная. Вот. Вот такая вкусная. Еще у нас сегодня морковка по-корейски. Сами делают, кстати, не покупали. Единственное, что я только купила заправку к ней. А так, своего приготовления. А так все по-своему. Хлеб ржаной. И у нас сегодня... Покажите, вот. Ну, это немножко... Этикетка не соответствует содержимому. Можете даже на это внимания особо не обращать. Но это томатный сок. Ты его давай сразу налей. Кстати, давно мы обещали рецепт вам томатного сока. Наконец-то мы его засняли, как мы его готовим. И в ближайшем будущем ждите. Смонтируем, выложим. Да. Все быстро, просто и легко. Ты хорошо бы перемешал, да? Эй, какой густой-то прямой. Как же, с чем он с ним должен... Ну, он не сильно густой. Мне нравится такой консистенции. Можно сделать жижи его, раз это... С водой разбавить. Но, я думаю, ничего. Давай, я сюда поставлю, что ли. Чтобы не мешало. Поставь-ка. Мешает, не мешает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, что, размешать-то потом? Хочешь, размешай. Ненормально. Саша любит соль добавлять. Ладно. Я без соли. Так, вот так вот, что ли. Лучше поставить. Все, что-то у меня тут одного цвета. Так. Во. Потому что я туда не впаду. Мешается? Мешается. Эй. Ничего. На, постели. Как хрю-хрюш всегда. То разольет, то все раскидает. Ну ладно. Одним словом, мужчина. Ты поставила на стол и мешает. Нет, надо вот в руке держать. Ну и ничего страшного. Давайте еще. На еще салфеточку, чтобы эту ложку-то вытришь. Давай. Сил моих женских нет. Вот так вот. Силов-то уже не остается. Ни женских никаких. Ну что, кто с нами кушает, желаем приятного аппетита. Кто не кушает, наливайте чай, кофе. Вам тоже приятного аппетита. А нам приятного, так сказать. Что я сказал-то? А. Нам приятного аппетита, а вам приятного просмотра. А кто кушает с нами, тоже приятного аппетита. Ну немножко заговорился, ничего страшного. Ну а мы начинаем. Да. Мы начинаем. Ой. Ну что? Чего? Похаживаешь, что ли, опять за тобой-то или нет? Или не стоит? Или опять самообслуживание? Ну, мне сказали, тебе не обижать. Я уже это молчу. На поводу идешь, да? Так, ладно. Картошечка, пюрешечка. Большое спасибо за ваши советы, за ваши добрые комментарии, за ваши добрые пожелания. Вот насчет мы спрашивали рыбных котлет и какой гарнир. Значит, нам написали, с рисом хорошо идет и соус бешамель сделать. Но рис мы уже кушали с легкими, да? Да, было дело. Пока не соскучились. Рис у нас как-то сразу отмелся. Потом нам еще предложили гречку с рыбными котлетами. Вроде как сочетание необычное, но, говорят, хорошо сочетается. Но, честно говоря, я гречку не люблю. С детства почему-то у меня такое. Нелюбовь к ней. Ты гречку любишь? Конечно. Я в ней души нечаю. Ну, поэтому мы сделали международное любимое блюдо. Картошечку. Потому что она совсем идет везде. Как всегда. Русские, да? Морковка хорошая. Это тебе пастрее нравится, когда сладкая. Это я покупаю заправку специально для моркови. Там хоть и пишут, что в течение двух часов она будет готова, когда настоится. Но я выдерживаю... Сколько? Сутки почти. Сутки почти выдерживаю, чтобы она простояла сутки. И нам очень нравится. Магазинная в ней уксус. Как-то не то. Слишком остро. Слишком остро. А это... Суаля. В то время еще сахар добавляю. Но мне нравится. Чего смеешься? Ничего. Как ничего? Что ж, смеяться нельзя, что ли? Не, я тебе сказала, ты смехаешься. Ну, насчет всего надо разрешения спрашивать. Да не, ну я уж так. Ой, котлеточки. Сто лет рыбнокотлет мило. Поэтому и сто лет. Раз поел, и долго не захочется. Осторожно, может косточка попасться. Мне нравятся рыбные котлеты. Из пикши. Знаете, как готовлю? Я не из сырой рыбы готовлю. Я ее слегка отвариваю. Ну, как отвариваю? Она как закипела, пенка пошла. Буквально минуту кипит, две. И выключаю. Потом я ее от косточка разделываю. Вот. И через мясорубку. Туда немножко батончика. Сальца, чтобы получше было. Лучка обязательно. Свининки, да? Ну, естественно, свининки. Чтоб вкуснее было. Так разве это рыбные? Рыбные. А так, чуть-чуть прям. Ну, а потом яичко, соль. Это же рыбно-свиные. Ну, как тебе понравилось? Нормально? Нормально. Потому что... Там ведь не только одна рыба. Ну, а две рыбины. Ну, там здесь винин на любое блюдо хорошо. Да-да-да. И все. Формирую котлеточки. В мучке обваливаю. И жарю. Все, пожалуйста. Рыбные котлетки готовы. Саша, честно говоря, не любитель, но он ест. Значит, нравится. Да. Мне тоже нравится. Ой, сегодня, наконец, Саша повезло, молоко купил. Сегодня уловил. Момент. Это... Так, я когда во вторник из больницы пришла? Да. Да, я пришла из больницы во вторник. Еще пока тут верхнюю одежду сняла. Дверь открывается. Сашка как раз за хлебом пошел. Вот такие глаза. Оль, давай быстрее банку. Там молоко привезли. Ну, я тут скорее банку мыть. Ну, вообще, как-то все неожиданно получилось. Делов всего было 3 минуты. Всего лишь. Это, мытье занимало. Тут у нас прям в это, в соседнем дворе, прям вот, я не знаю, 200 метров идти. Вышел я с этой банкой. Все. Ни машины, ни народу, никого. Прям просто снежная. Небольшая площадка. Как будто как и не было ничего. Ну, вот. Там очередь была людей. Бочка приезжает. Снова здорово, окажется, все опять. Расстроились. Молоко не успели взять. Потом читаю объявление на столбе. А еще мы говорим, там должно быть что-то написано обязательно. Где-то бочка встает. А, я в этот, ну, не обратил внимания. Я вчера пошел просто чисто так, случайно. Проходил мимо. Смотрю объявление. Что ежедневно. Молоко привезли. С 9.20 до 9.40. 20 минут всех делов. Больше она не задерживается. Не успел в этот момент, в этот прогал, так сказать. Все. Жди следующего дня. Зато сегодня он пошел к 9.20 с утра. Машина подъехала чуть-чуть. По очереди был, ну, как думать, в 30-м. Там бабульки и дедульки пришли как раз наливать молоко. Я был в 29-м. И после меня еще человек 15, наверное. Ну, а что, молоко тут есть. Это с фермы. С фермы, акционерное общество, где-то километров 18 от города. Вот они в бочке возят молоко, продают. Литр 40 рублей. Так что, хорошее молоко, самое настоящее. А самое лучшее, чем магазинное. Ну, да. Вот мы его вскипятили, в баночку перели. Пожалуйста. Закончится потом снова. Будем кушать. Брать. Сейчас, раз молоко есть, пироги никак мы до пирогов не доберемся. Никак. Ничего, обязательно доберемся. Никак. Сейчас дилемма. Я говорю, с ливером пироги жареные. Саша хочет сладких из духовки. Ну, придется сладких, наверное, сделать. И тех, и тех, наверное. Да-да. Уступаю. Да уж, что это уступать-то? Уступаю. Делаю сначала своих, а потом моих. В смысле, своих. Я вообще люблю с капустой с яйцом. Да. Чего, Майка, вкусно? Не знаю, какие. Ну, я вроде как это. Сейчас вес немного сошел. Вроде как стараюсь, но не стараюсь. Тут обетит сколько времени не было. Сейчас он просыпается, просыпается. Наконец-то. Вкусно. Лучше бы это. Чего? Не в процессе, а потом залпом. Да? После всего. Он вообще пьется-то. Да? Да. Ну, я откуда-то... Ну, знаешь потом. Попозже. Ну, его прям, знаешь, его прям хочется пить этот сок вот томатный. Вот прям пробуешь, буквально глоток. И хочется еще, еще, еще. И потом хочется водой запить. Угу. Давай водой. Сразу похудеешь, да? Ощущение на славу. Ты же посмеяться. Ну, а что, плакать что ли? Так что, молоко сегодня урвали. День наш. Повезло. Магазин что-то не хочешь собрать? Не, ну, магазинный тоже. Который я беру. 80 рублей вот эта бутылка стоит. А там 940... Литра даже нету. 940 миллилитров, что ли? А тут получается 3-х литровая банка. 100. 120. 120 рублей. Выгодно. А я все беру за 110, литр 400. В магазине. Главное, все же кипячем тут не хочется. Нет, это хоть настоящего молока попить. Угу. Настоящего, действительно, прям сразу вспоминаю, как вот. Я раньше любила, на ферму приезжаешь, там кружечку парного налью, ты прям. М-м-м. Хочу. Да? Хотеть-то оно не вредно. Вредно не хотеть. Точно. И вот. Сегодня мы поехали в магазин, из которого нас тогда выходной день-то выгнали. Из-за того, что он закрывался. А сегодня приезжаем. Нас никто не выгонял. Пожалуйста. А там цены дороже. Цены повысились, представляете? Повысились цены. С воскресенья, а сегодня среда. По неделе вторник прошел. А цены уже другие. Так, взяли кое-чего. Ну, кофе, цикорий. Что еще? Загущёнку. Паштет. Паштет еще взяли. Не паштет, это печень ментая. Взяли попробовать. Точно. Взяли попробовать печень ментая. Нежурочем, неплохая штука. Но быстро идет. И на 5 минут. Да. Но не горько и ничего. Это хорошее. А то бывает, когда рыбные консервы, они какие-то горечь. А это ничего приятно. Кушать можно. Сразу попробовали. Да, чтобы только их надо, этих баночек. Да, этих баночек надо много, чтобы наесться. Потом поехали мы за мясом. С мясом нам сегодня тоже повезло. Мясо сегодня взяли постное такое вообще. Представляете, там даже жир свиной буквально вот 3 мм. Все, больше нету. Остальное все прям мяснину вот это. Прям 3. 3. А не хочешь 5. Не, 3 мм. Там прям немного. А, ну это. Ну и я же вот это разряжалась у него вообще прям очень хорошо. Удачно мы попали. Привезли этих поросей-то таких. Мясных. Удачно. Никогда. И потом мы проехали еще за водой на родник. На роднике тоже повезло. Перед нас было 4 машины, но они уже уезжали. Так что быстро мы там набрали воды и поехали домой готовить, кушать. В прошлый раз-то мы тут говорили по поводу комментариев. Ага. Ну мы с вами согласны, что внимания не стоит обращать. Пусть пишут. Все верно. Ну приятно, что вы нас поддерживаете, что понимаете. Спасибо, что вы с нами. Сегодня тот человек, который писал комментарии-то эти, продолжил. Сейчас я зачитаю. Вообще удивительно написано. Удивительно. Так. Вы уж меня простите, не удержалась от комментариев. Дебилизм это ваша повседневная жизнь. Ты знал, что у тебя дебилизм это твоя повседневная жизнь? Это диагноз вашей жизни. Короче, у нас диагноз по жизни. Диагноз. Дебилизм. Одиночество и алкоголь это остаток жизни. То есть нас это ждет впереди. Так. Вы за год не наберете и 5000 подписчиков. А при чем здесь подписчики? То же самое понять не могу. Не знаю. Ну. Не могу. Сколько будет? Столько и будет. Сколько будет все наши. Целью не ставим гнаться. Да. Ну. 5-10. Кому нравится, пожалуйста, подписывайтесь. Нам приятно очень. Кто-то так смотрит. Ну, пожалуйста, рады всем. Мы же не просим ничего. Ну, мы не гонимся, не просим, чтобы там, пожалуйста, 5 тысяч, 10 или полторы тысячи. Какая разница? Хорошо подумайте над этим. Ну, как может? Одно не могу понять. Если дебилизм, это ваш диагноз. Ну, как вот, если дебил, как он может думать? Ну, что у нас дебилизм, как мы будем думать? Вот этот человек пишет нам. Прикол. И советует. Вы подумайте. Ну, что толку? А при этом обращается как к нормальному. Если человек дурак, как ему думать? Если он уже дурак. Так, шерп. Как говорится, пьяный проспится, дурак никогда. Но ни то, ни другое. Алкоголизм налицо. Алкоголизм налицо. Теперь дебилизм налицо. Да. Ну, это ладно. Продолжение еще. Следующее. Вы на всю голову больные люди. Видимо, в свое время алкоголь сыграл с вами шутку. Это да. Алкоголь с нами сыграл шутку. Не просто шутку, злую шутку. И вот дебилизм у нас появился. Я не понимаю, что другое придумать, мозгов не хватает. Значит, у нас дебилизм, алкоголь. Откуда у нас мозги-то? Их, конечно, не хватит. Откуда им взяться-то? И главное, знаешь, такое-то. Мне жаль вас. Господи, помоги им, излечи их. Ну, нет слова. А такое же и лечи-то? Ну, нет слова. Ну, спасибо вам, что пишете что-то. Да. Ой, нет слов. И за такой комментарий спасибо, Тур. Мы не в обиде. Так что будем вам это юмористично читать. Да. Делиться с вами. Спасибо, что понимаете. Это точно. Чудны. Чудно-чудно. Так что тот, кто это писал, он уже прощеный. Ну, мы не обижаемся, честно. Мы не обижаемся. Видят нас такими, значит, видят. Ну и ладно. Бог с ним. Такие есть. Бог простит. Так скажем. Я просто не смогла мимо пройти, чтобы не прочитать, не поделиться. Что-то такое выдумать надо. Нам ужаса чувствуют. Сначала нам сказали, что мы вообще там алкаши. Сейчас, видишь, уже у человека. Мы сейчас по статусу немножко это... Пошли. ...продвинулись. Были сначала алкаши, сейчас уже дебилами становимся. О, растет в глазах других. При этом, к сожалению, да? Мне жаль вас. Ну что же, такие вот мы. Жалкие. О, растет в глазах. О, растет в глазах. Ммм. Что-то. Хрюхлюша. Куда, Тоже? Туда? Вот. Казалось, побольше упало. Я не знаю, почему я все ляпаюсь, а? У меня аккуратность. Нет, ну я же не тороплюсь. Я все кулюторно стараюсь. Это же диагноз. А, ну да, диагноз. Точно. Я что-то забыла. А еще не поставили диагноз. Да, уже. Я-ка, нам уже поставили. Это не один. Вот так вот. С каждым разом все новые и новые о себе узнаем. Главное все принимать с позитивом. Да. Сейчас, мама смешно стала. Алкоголь. Ну. Я сыграл свою... Свою роль? Да. Или шутку ли? То ли шутку, то ли слой шутку. Хоть на цитаты разбирай. Цитаты. У меня серьезно. Цитаты великих людей. В кавычках. Вы цитируете? 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 Ну все, Саша смешинка в рот попала. Он такой, как комментарий с утра прочитает и ходит, ржет весь день. Нормальный бы педоножки. Посмеялся бы и перестал. А я смеюсь целый день. Знаешь? Диагноз. Угу. Да. Боже упаси, конечно, такой диагноз. Ну раз уж нам его приписали. Или косить под таких нам, да? Да. Мы не будем. Нам с этим жить, да? Ну. Кстати, многие насчет работы спрашивали, как дела, как что. Ну, я еще пока тут, как говорится, смотаюсь. Обследуюсь. Пока нет работы. Угу. Ну, а Саша тут поступила предложение насчет работы. Бывший коллега позвонил. Вроде у них там человека не хватало. Вот. Ну, что, собрался ехать. И, представляете, так получилось, что отчего подказались на том объекте. Ну, то есть, без работы. И так мы даже, даже выехать не пришлось. Мы только вот пока чемодан собрали, приготовили, что ну, вот ехать готовил все. Ну, сейчас особо не собрали. Так. Ну, все равно вот уже. Надо было уже ехать через день. А звонит напарник, говорит, все, говорит, от охраны отказались. От того объекта. Все охрану снимают. Снимают. Пока сами. В пролете. Ну, не унываем. Значит, что-то другое будет дальше. Только что пока... Пока такие. Пока, да. Как говорится, между небом и землей. Ну, время идет, все меняется, все изменяется. Может, там этот человек другой какой-то объект возьмет себе. Пока, да. Потому что здесь люди будут, так что-то свистнет. Говорит, свой человек есть, но он сейчас тоже сам тоже без работы остался. Если что-то вдруг он найдет, позовет Сашу. Или Саша что-то найдет, его позовет. Хотя бы что-то будет. А пока так. Ну, а я в процессе восстановления. Еще чуть-чуть, еще немного. Все будет хорошо. А ты что еще, котлетки не ешь? Хватит. Что, не понравилось, честно скажи? Тут же вон всего сколько. Угу. Много. Что ты так сразу это, кусаешь-то? Ну, потому что, когда с тебя нравится, ты прям хорошо так ешь. Это что-то как-то это, не особо. Тебе вроде мясные, значит, больше нравятся. Хватит, тоже вкусные. Почему они тоже частично? Чего частично? Ну, там же с ними-то есть. Есть. Да не про вашу честь. Ты их что, отмечал, что ли? Да нет. А чего же? Ну, красиво смотрятся такие, большие. Ну, они вкусные. А сама что не ешь? Я беру, сейчас еще, я люблю. Я люблю рыбни-котлетки. А что не люблю? Вот мне хочется прям сока попить. В чем дело? А ты меня настращал, типа, похудей сразу намного, я боюсь. Испытай на себе, да? Эй, ты что, не слушай посторонний совет-то. Да я не слушаю, а ты же не посторонний. Ты же свой. Это да. А мой совет послушать, надо. Тебе. Ты не хлопай по посуде-то. Ну знаешь что, деревянными ложками кнючьи ли есть. А у нас есть деревянные ложки-то? Да ты же самая. Где мы с тобой холодец ели, нам ещё там крупный сал. Рюмашки, говорит, ещё не хватает холодцу-то. Я думаю, если ещё рюмашку, а потом вот та телезрительница доберётся до этого видео, скажет точно. Алкаши. Так что мы без рюмашки справляемся. Если мы без рюмашки, как с рюмашкой. Да. Тут без рюмашки, на самом деле, уже Валказара записали. Булдосы. Самая низшая степень падения. Пали очень низко. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Мм. Те тоже кака жёлтая. Сорт такой. Жёлтая. А ты чё, не обратил внимание? У меня какая разница? Ну как ты чё? Ну отличается. Ну? Ммм, что за свинство. Ммм, как вкусно все это. Ммм, как это все вкусно. Какая-то всякие воздушные, нежные, никаких костей. Нет, мне все-таки отварные больше нравятся, потому что сырые как месилы получаются. Не то. Сырые прокручивают, но не то, а тут более такой вид-то эстетичный. Сырые прокручивают. Сырые прокручивают. Сырые прокручивают. Сырые прокручивают. Морковка хороша. Хорошо. Еще честь сделаю. Кстати, дешевле. Сырые прокручивают. Вкусно. Сырые прокручивают. Ее надо запекать специально. В томате. Сырые прокручивают. 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 Как хочешь. Картошечка вкусна. И котлеточки вкусные. Все. Очень вкусно. Соли как и не ложила. Да. Ну сколько помидоров было сладкое. Такое. Вообще вкус сока зависит от помидоров. Если помидоры сладкое, то этот тоже сладкий. Вкусный. Если помидоры кислые, то уже вкусный такой. Но я вот люблю сладкое, чтобы было. Donc... Это очень вкусный. В футболе. И остальное, как это vuera. Спасибо, да. Только когда я moeten достичь. Хорошая шума. Такое. И Mediterанное сливое. Это чайный и сладкое. сколько что не лента стала вышла ножка золь то есть не нравится не пей что я на хорошем еще на посолить нужно от соль любишь потому что так без соли никак вот то ему все надо чтобы перестали на когда он нормально а если чуть солен он тоже не то как и не было от соли ты слеза даже не делай глаза ты грустно то скажут опять те глаза ну вот поели значит уроди ты не уверен что ты поел мне нет я очень более более чем скажут котлетам-то не притронулись и скажу сколько мы съели все притронули вы или почему вам это про жены для аппетит поставили проели пожалуй остановлюсь как бы я боюсь мне это ты добей давай пока не буду а шут а вдруг чего я подожду боишься конечно боюсь чем мне хочется молока попить ну давай давай мол еще потом водится и запей и будет вообще какие-то превратности вкуса да бывает такое хай кажется да что-то на кажется пережирали в этот раз в этот раз мы терраса сдержание едем вот так вот а в этот раз у нас пережор потому что кроме этого еще а все получилось потому что все очень вкусно да так что же советуем в качестве ужина пюрешечку рыбные котлеточки фасолька морковка и вся семья будет сыта все до одного будут сыты ну а мы наелись трапеза наша закончена спасибо что были с нами мы с вами прощаемся но не надо стараемся ненадолго не 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 до новых встреч дорогие телезрители пока 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 субтитры палец